Добрый день, меня зовут Антон. Привет, меня зовут Катя. Сегодня мы поговорим о нашем сервисе DPO, Data Protection Officer as a Service. Итак, начнем мы с того, когда же он нам, собственно, нужен и почему. Прежде всего, он нужен, потому что этого требует статья 37 регламента, то есть GDPR, General Data Protection Regulation, и она указывает нам на то, когда именно нам нужен обязательно DPO. Сейчас небольшие издержки из этой статьи вы можете увидеть на сайте, то есть это те случаи, когда вы в больших объемах обрабатываете данные чувствительные или данные о, например, уголовной ответственности человека. И второй такой распространенный случай – это тот случай, если вы, например, наблюдаете постоянно за его поведением. Однако DPO – это не обязательно сотрудник компании, и может быть также и внештатный, верно Антон? Да, действительно так и есть. И на самом-то деле у внештатного DPO или же External Data Protection Officer есть куча преимуществ. Во-первых, это может быть компания, то есть это конкретное юридическое лицо, которое оказывает вам конкретные юридические услуги в статусе DPO. Во-вторых, это выполнение требования о назначении DPO, то есть вы выполняете это требование путем подписания контракта с компанией. Это ОК. Второй момент тот, что сотрудники компании могут быть вашими External DPO по очереди, или же все вместе, или одномоментно, как вам удобно. У этих сотрудников могут быть сертификации. Например, у нас скатер есть. Это здорово. И, конечно же, это командная работа в том плане, что один DPO хорошо, а когда у вас целая команда DPO, то это намного лучше. Тем более, что они вместе обучаются, вместе участвуют в разных проектах. И именно такой сервис мы и предлагаем. Legal Data Group – это ваш DPO. Что это значит в целом? Это значит то, что у нас есть хороший опыт, у нас есть десятки реализованных проектов в сфере приватности. Мы любим самые сложные проекты в сфере приватности. Медтех, Эдтех, Эдтех как образование и другие штуки, которые мы уже делали неоднократно. Мы начали заниматься GDPR, когда он вступил в силу даже немножечко раньше. И, соответственно, накопили уже огромнейший опыт конкретных кейсов. Ну и будем рады предложить наши услуги вам. Катя, а кто в нашей команде вообще? Начнем с того, что в нашей команде ты и я. Это правда. Меня зовут Катерина, я работаю Head of Privacy в нашей Legal IT Group. В том числе, я работаю как External DPO. Со мной вместе Антон. Мы недавно, кстати, вместе получили сертификацию, поэтому мы оба можем вам помочь в вопросах Data Protection. И также в нашей команде есть еще очень талантливый Игорь и Иван. И они также включаются все проекты, очень нам помогают. Также отличный специалист, потому что касается Data Protection. Это действительно так. И на самом-то деле, то, что у нас есть классная команда, позволяет нам реализовывать самые интересные и большие проекты по DPO и по General Data Protection Regulation в целом. В нашей команде постоянно еще добавляются люди, поэтому не будем на этом зацикливаться, будем двигаться дальше. Очень важное требование к вашему DPO – это то, что он должен быть экспертным экспертом. Как понять, что вообще значит быть экспертным экспертом? Я, например, не совсем понимаю. Но есть конкретное указание, конкретные рекомендации. Он должен иметь возможность подтвердить свою экспертность. Например, мы часто выступаем на разных эфирах радио. Мы выступаем на международных конференциях, посещенных всяким техническим штукам. Мы непосредственно консультируем в кейс-бай-кейс большие IT-компании. Мы постоянно пишем статьи и делимся с данными. Плюс мы с Кадей сертифицированы. Поэтому мы можем смело утверждать то о том, что мы разбираемся в приватности. И если на нас посмотреть, ваш DPO прокачан? Конечно, прокачан. Соответственно, можно двигаться дальше. Вот такие дела. Ну, какие же услуги мы предоставляем? Это самое главное. Классные услуги. Что же занимается на самом деле DPO? Это одно из самых важных вопросов на самом деле. А прежде всего мы начинаем всегда с того, что мы помогаем команде понять, что такое вообще GDPR, как с ним работать, как он влияет на их работу конкретно, насколько им нужно о нем знать, то есть когда его нужно заметить. И это все очень часто реализуется через такой вот дюжин тренингов, например, то есть один общий и дальше уже специальный, который помогает каждому члену команды понять, как именно он может помочь общей задаче комплайнса. А скажи, а зачем вообще эти тренинги нужны? Получается, вроде же бумажки, казалось бы, подписали все, и все довольны ходят, а еще тренинги? Это требования GDPR. Прямо требования? Да, команда должна обязательно знать, что она делает. Даже если это подрядчики, кстати. Ничего себе. Окей, окей. А что еще мы делаем такого интересного? Ну, кроме того, мы полагаем провести Data Protection Impact Assessment. Как вы знаете, это тоже одно из требований GDPR. Есть конкретные критерии, когда этот процесс обязателен. Очень часто его проводят именно специалисты, которые занимаются информационной безопасностью. Но DPO помогает вам помочь и узнать, например, сформировать какие-то списки вопросов, возможно, риски подметить, помочь с митигацией, возможно, этих рисков. То есть уже то, что касается конкретно privacy. Окей, то есть команду мы обучаем. Обучили, здорово и постоянно обучаем. Потом, когда какие-то новые технологии входят в бизнес-процессы компании, мы таки помогли провести DPIA. Здорово, круто. А что же еще такого интересного? Смотрю, плановая проверка документации по защите данных. А что это за план такой? Кто его написал вообще? Ну, его пишет на самом деле сам DPO. И он помнит о нем тоже обязательно же. Потому что, как вы знаете, есть седьмой принцип Data Protection Accountability. Он закреплен в статье 5. 5. Можете даже проверить. Там он есть. И он указывает на то, что на любую операцию по обработке данных обязательно должен быть документ, который объясняет, что это за операция, зачем она нужна, какие данные для нее нужны, какими способами она реализуется. И все подобные информации, которые вам помогают, если что, понять, насколько вы комбайнете с GDPR. Окей, окей, интересно, конечно, все. А вот есть еще взаимодействие с пользователями. Это получается, когда приходит какой-то запрос нам, например, на почту, да, как DPO-шникам, и напишет Hello, my name is John Smith. I want all my data right now. Or I will suit you right now. Что делать в таком случае? Конечно же написать ему, что вы обрабатываете его заявку. Действительно, интересненько. На самом-то деле, да, работа с пользователями – это одна из самых интересных частей работы DPO, потому что приходит, на самом деле, куча всего. Особенно, когда мы работаем в направлениях Sales Tech, Ad Tech. Это просто бомба, что можно получить. И на самом-то деле, очень часто на эти запросы можно отвечать таким образом, что вы можете не предоставлять дату. Например, вы можете не знать, кто именно у вас спрашивает что-то, и поэтому не быть уверенными в том, что это тот человек, который нужен. И, соответственно, не предоставлять ему то, что нужно. Но, если это тот человек, то предоставить все-таки придется. И важно еще помнить, какая у вас роль. Если вы процессор, чаще всего ваши обязательства – это уведомить диабетом контролера. Окей, идем дальше. Так много услуг у нас на одного DPO. Интересненько. Взаимодействие с клиентами. Ответы на вопросы по приватности. Что здесь такого интересного? Это компанс-программа. То есть, в том случае, если вы, например, хотите присоединиться к большей корпорации, которая очень чувствительна к тому, какие вендоры с ней работают, и защищать ли они приватность пользователей на большой корпорации, например, у них могут быть свои компанс-программы, которые необходимо проходить. И мы с этим всегда рады помочь. Окей. Еще бывает такое, что вам может написать контролирующий орган. Взаимодействие с контролирующими органами в сфере приватности – это интереснейшая штука, которая касается непосредственно работы самого DPO. Что это значит? Это значит, что в случае, если написали DPO, не нужно паниковать. Окей, мы ответим. Нужно смотреть, что там происходит. Нужно подтверждать свой комплаенс. Нужно действовать. Для этого нужен DPO. Важно помнить, что здесь нет на самом деле цели всех оштрафовать. Есть цель просто привести privacy как такую общую бизнес-практику, которую обязательно нужно уважать, то есть и применять ее в своей работе тоже в том числе. Поэтому, скорее всего, это может быть даже простой запрос на информацию. Почему бы на него не ответить? Ну и, конечно же, еще одна из наших услуг – это консалтинг по приватности. Потому что возникает куча вопросов. «Ребята, мы запускаем новую механику, хотим собирать огромнейшую базу данных всех марсиан. Это вообще как-то соотносится с GDPR?» Мы такие, конечно, соотносится. Давайте смотреть, давайте изучать. А мы будем мониторить поведение GDPR на территории Европейского Союза. В общем, как вы могли понять, мы довольно вроде как адекватны. И, соответственно, действуем в рамках интересов компаний, но и соблюдая, конечно же, права пользователей. Это очень важно. Потому что DPO должен быть независим. Идем дальше. Как же начать с нами работать? Просто скажите, что вы готовы. Интересный слайд, на самом-то деле, вы спросите, «Ребята, что вообще по ценам? Вы такую презентацию провели?» А мы ответим, «Цены те, что актуальны, находятся на страничке сайта, на котором вы смотрите это видео». Вы можете посмотреть также в описании, если это на YouTube, например, вы смотрите, либо во всплывающей подсказке. На самом-то деле, мы отталкиваемся от конкретных часов в месяц, от пакетов под конкретную компанию, потому что всегда это дело case-by-case. Мы будем рады работать с вами, рассказать вам детальнее о нашей услуге DPO, как это все взаимодействует в контексте контрактов, как это все работает. И будем рады помочь вам и помогать на постоянной основе в рамках выполнения требований GDPR. В любом случае, пишите нам с вашими запросами. Возможно, у вас есть дополнительные вопросы, вы хотели бы узнать больше. Мы будем рады рассказать, подсказать, рассказать, как мы работаем, чем мы можем быть полезны. И в случае чего, возможно, даже оказать, например, некоторые начальные услуги, чтобы посмотреть, как мы будем вместе сотрудничать. Возможно, вы даже видите нас с Катей реал-тайм прямо на этом фоне. До встречи! До встречи!